Вы, наверное, ждёте, что я расскажу, как вырваться из этих патологических отношений. А я вам не расскажу. В жизни Илья просто появился, и он меня из них вытянул. Причём, когда мы уже познакомились с Ильёй, когда тот человек начал понимать, что он просто теряет меня, вот я сквозь пальцы ускользаю, я перестала отвечать на звонки, я не торопилась отвечать где-то, что-то он начал понимать, что что-то происходит. Он порвался приехать ко мне, разобраться, я сказал, слушай, давай не будем ни в чём разбираться, давай просто расстанемся. Вот серьёзно, я просто созрела, я готова, я готова с тобой расстаться, всё, эти отношения могут дальше продолжаться. И он говорит, хорошо, окей. И всё, я отпустил меня легко и беззаботно, я такая думаю, о, нормально, меня никто даже плетьми не высек, ну, вы понимаете, да, условно. Ну, через два дня мне звонит вот одна из тех двух друзей, с которыми мы познакомили, говорит о том, что этот человек попал в аварию, и он лежит в больнице. И он настолько серьёзно попал в аварию, что там, ну, грубо говоря, утку некому вынести из-под него. То есть он в другом городе, получается, не в том, где живёт его семья. Хотя, помните, я говорила о том, что брат был хотя бы там, да, двоюродный младший. Ну, нет. И мне говорят о том, что он вообще один в больнице. Ему никто не помогает, он один. Ему срочно нужна помощь. Я пришла к Илье посоветоваться. Илья говорит, ну, Ксюш, тебя разводят, ты не вкуриваешь? Я говорю, да нет, нет, так не может быть. Я напоминаю вам, да, мою болезненную связь со здоровьем этого человека. Как всегда на меня давили. А тут, смотрите, я сказала о том, что мы расходимся, и человек попадает в аварию. А, кто виноват? Ну, я, конечно. Потому что в таких отношениях всегда виновата я или вы. Неважно, что происходит. Я решила ехать туда. Мы поехали с Ильёй вместе на вокзал. Он купил мне билеты. Сказал, возвращайся. Я была удивлена. Я говорю, как ты меня отпускаешь? Тебе не страшно? Тебе не страшно, что я сейчас поеду опять там, и опять начну эти ненормальные отношения? На что Илья сказал, что если так, значит так. Значит, ты ещё не готова, значит, ты ещё не обрубила вот эти концы. Если ты вернёшься, и всё будет нормально, значит, ты сожгла мосты, и вот теперь ты готова строить новые отношения. То есть он был прав на тот момент. И я попёрлась. Ранним утром поехала мне ехать несколько часов на автобусе. Несколько часов в семь, наверное. И я приезжаю, пытаюсь в телефоне загуглить больницу, пытаюсь написать, связь то есть, то нет. Написать, в какой больнице хоть человек, чтобы вы понимали, насколько у меня было вот такое эмоциональное состояние, неадекватное. И я этой подруге пишу, она не отвечает, там то отвечает. В итоге я выхожу из автобуса, и меня встречает этот человек. Жив и здоров. И у него рука перевязана эластичным бинтом, который можно купить в любой аптеке, и перевязать себе руку самому. При этом он этой рукой взял мой чемодан и понёс. Нормально бы человек сказал, Ксюша, а почему ты в этот момент не развернулась и не уехала? А дело всё в том, что ближайший автобус был на следующий день. Мне где-то надо было перекантоваться. Он говорит, поехали ко мне, я тебе всё объясню. В итоге, когда мы приехали, это началось, я не знаю, как это назвать, но не держали меня, конечно, в заложниках, но на самом деле он давил на меня, он просто не отходил, он держал меня за две руки и требовал, чтобы я согласилась за него выйти замуж. Тогда он меня отпустит домой. Вот сейчас это звучит как глупость. На самом деле мне было невероятно страшно. Я видела его глаза, я видела, что он понимает, что рыбка от него уплывает, и нужно как-то меня удержать. Он кричал, он плакал, он ругался, он просил, умолял. То есть все методы воздействия, он торговался со мной. И когда я поняла, что человек за себя не отвечает, что он находится в каком-то изменённом состоянии сознания, не под воздействием вещества, вот просто в таком эмоциональном состоянии, я поняла, что у меня не остаётся выхода, и я согласилась. Я согласилась. Я говорю, хорошо, давай, всё, женимся. Я бы сказала в тот момент, вы должны понять, как мне было страшно. Я в чужом городе, хрен знает где. Мне нужно ночь пережить, мне нужно как-то вырваться из этого всего кошмара и уехать домой просто, хотя бы. И тут согласишься на всё что угодно. Замуж, окей, замуж. Мы назначили дату в эту ночь. Вы понимаете, что я глаз не сомкнула, да? Я просто сидела вот так вот, ручки на коленочки сложила и надеялась, чтобы это всё быстрее закончилось, быстрее ночь прошла, и можно было ехать домой. Дата была назначена на 3 мая. Дата была назначена на 3 мая. Это вообще был какой-то там выходной день. Но почему-то вот 3 мая, и везде там у него знакомые, я сказала, ты вообще не проблема, всё, считай, уже договорено. Но утром он меня отвёз на вокзал, и я уехала домой. Я ехала домой в состоянии, как будто меня, вот я не знаю, ну изнасиловали, но не в смысле физическом, а в ментальном. Как будто меня заставили согласиться на то, что так и было. И мне так хотелось домой. И я рыдала все эти 7 часов в автобусе от того, что я повелась, за то, что так моими чувствами сыграли, что обманули, что вот эту аварию придумали, и страшную кровь, там мясо, вообще надо спасать человека. И я понимаю, что мои чувства не значили вообще ровно ничего. Мной можно было играть, манипулировать как угодно, и вами. Вы должны понимать, что когда вы сидите и ждете звонка, этому человеку похер. Он сидит и занимается своими делами. Или когда вы ему не так там как-то ответили, и думаете, вот теперь ты подумай о своем поведении, ему похер. Он не думает о своем поведении. Чем все закончилось в итоге? В итоге я уже рассказала о том, что у меня другой есть молодой человек, есть Илья, что мне это все неинтересно. Он, как ты же согласилась выйти замуж. Я рассказала о том, что в тех условиях, в которых я была, я бы на все согласилась. В итоге меня приехали сватать с мамой, с его. Маму я видела первый раз, уважаемая женщина, кстати, очень прекрасная, на удивление, вот такая толковая прям женщина. И я не знала о том, что они приедут, мне об этом сказала мама, то есть он моей маме написал, что я приезжаю сватать вашу дочь. И когда мне мама рассказала об этом, я говорю, мам, давай свалим из квартиры, они приедут, нас нет, они развернутся, уедут обратно. На что моя мама сказала, Ксюша, его мама, пожилая женщина, и так поступать нельзя, мы должны их встретить, они должны отдохнуть с дороги, как минимум, а там уже дальше пуль будет, что будет, всё объясним. Мы накрыли стол, ну такой, типа не праздничный, и вот мы сели за стол переговоров вчетвером. Он, я, два взрослых человека, и наши две мамы. Стыдобища. Моя мама не проронила ни слова, она говорила только в самом конце. Очень много говорил он о том, как на самом деле меня любит, и как на самом деле он из меня сейчас сделает человека, и как вообще он мне всё устроит. И потом взяла слово его мама и говорит, Ксюша, а почему? Ну у меня такой хороший сын, я же его знаю, вот он же умничка. Почему ты его не любишь? А ну, люби моего сына, почему ты его не любишь, почему ты ему отказываешь? Я говорю, вы хотите правду? Она говорит, да, хочу. Говори, как есть, без всяких. И я рассказала. Я всё рассказала. Как, что было? Что я испытывала? Я говорила минут, наверное, 30 без остановки. Как сейчас, только тогда я рыдала в голосе. Ну это хорошо, что сейчас несколько лет прошло, уже всё отпустило. Я рассказывала это всё. И при этом его мама, выслушав это всё, сказала, вот ты сейчас плачешь ему, ты выплакиваешь её слёзы. Вот то, что она выплакала, теперь должен выплакать ты. Его мама встала на мою сторону, когда я уже всё-всё-всё-всё-всё-всё прям рассказала. Потом мамы дали нам время поговорить уже, вышли, пошли прогуляться. И начался цирк, упрашивание, падание на колени, хватание за нож, зарежь меня, убей меня. Хорошо, что я умею управляться с ножом, и я могу как бы у рыдающего человека отнять нож, если я того хочу. То есть, ну, это могло закончиться жестью. Были угрозы, были слёзы, было... И вы понимаете, насколько надо было быть решительным человеком? Я про себя говорю, я себя хвалю, чтобы при этой ситуации не сломаться, не сказать, а, ладно, окей, окей, всё, я согласна. Я же так этого хотела три года. Вот, мне сейчас делают предложение. С кольцом приехал. О, это тоже про кольцо. Отдельную историю он говорит. «Это кольцо моей бабушки, это наше фамильное кольцо, я вот тебе его дарю». Это он без мамы говорил. А когда за столом сидели с его мамой, мама сказала, «Да он вчера весь вечер по магазинам бегал, кольцо тебе покупал». Вы чё, и стой, вы ехали в машине, сколько часов вы не могли историю выучить? Ну, нет, я его маму вообще не виню. Вообще великолепная женщина, умнейшая, тактичнейшая. И вообще классная. Я не виню его, маму ни в чём. В самом конце говорила моя мама, и она сказала фразу, которая меня побудила, наверное, снять это видео, да, спустя несколько лет. Она сказала, что эти три года я не узнавала своего ребёнка. Это был не мой ребёнок. Она перестала улыбаться, она перестала радоваться. Она бросила всё, что она любит. Она была как зомби. И сейчас, когда отношения с вашим, ну, она разговаривала с мамой, отношения с вашим сыном окончены, она стала походить на себя. У неё засияли глаза, и это снова мой ребёнок. Поэтому я поддерживаю Ксюшина решение. И я не считаю, ну, там давление было на то, что три года отношений же было. Три года отношений было. Ты что-то сейчас-то началось-то, всё же нормально было. Ты что решила сорваться? Ты не до хрена ли на себя взяла? Заметьте, всегда вот такие мужчины, которые там не женятся на вас или что-то, когда вы пытаетесь вырваться из этого плена, они всегда усиливают давление, обещают вам что-то, какую-то конфетку теоретическую где-то в будущем, чтобы не упустить вас сейчас. И вы ведётесь, потому что, ну вот же, он же сказал, что всё будет хорошо. И для меня стоило моральных сил вот просто взять эти отношения, закончить. Я, конечно, опустила много подробностей, много моментов, которые были. И я просто, я считаю, что и так достаточно откровенное видео получилось. Я даже говорить не хочу, потому что это слишком. Я точно буду рыдать в кадре, я этого не хочу. И когда мне говорят, Ксюша, ты даёшь советы по отношениям, что ты вообще понимаешь, у тебя вот всё не так, я дофига чего понимаю. Я знаю, о чём я говорю. Я знаю, с чем мне пришлось столкнуться. Я знаю, что я три года своей жизни не жила своей жизнью. Я жила жизнью чужого человека. Я добровольна. И я понимаю, что сейчас вы там, по ту сторону камеры, вас там, я не знаю сколько, может, тысячи женщин, которые точно так же, которые считают, что, ну нет, это у них там у всех, вот у Ксюши, у других, это у них там зависимые отношения, это у них там рабство эмоциональное. Не, у меня-то не так. Мой-то меня на самом деле любит. Ну просто что-то, ну вот по-другому вышло. Ну вот что-то, что-то. Ну сейчас, ну такой момент просто критический в наших отношениях. Нет. Я вынесла очень важные моменты из всей этой истории. Отношения, которые нормальные, построенные на любви, которые здоровые, они лёгкие, приятные. Это не значит, что если вы столкнулись с трудностями, вам надо тут же всё бросить там и забить. Да, всё, ой, в этих отношениях ничего не получилось. Нет, вы поймёте, о чём речь. Отношения, которые мне, ну мне же столько раз жизнь давала какие-то знаки, что это не моё, что Ксюша, спасайся, Ксюша, беги, Ксюша, то, Ксюша, всё. И всё равно я не могла с этими отношениями покончить. Если мне хватит сил, то я даже не отключу комментарии к этому видео, хотя, наверное, стоит. Я призываю вас быть тактичными. Я понимаю, что я сейчас вам тут дала такой повод меня потроллить, но я призываю вас этого не делать. Вот серьёзно. И если у вас есть подруги с похожими историями или ещё чем-то, да, и вы понимаете, что что-то нездоровое, вы можете либо пересказать моё видео, либо показать его, как хотите. Может быть, кому-то это будет на пользу. И не судите по одёжке, да, если человек улыбается, это не значит, что он в жизни не переживал какую-то свою душевную мясорубку. Спасибо за то, что вы слушали. Сегодня без пожеланий, хорошо? Спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok